Ссылка на словарь. Безусловно, в ходе диалога все используемые понятия должны быть четко определены, чтобы собеседники как минимум были уверены, что говорят об одном и том же. Однако, когда во время дискуссии кто-либо приводит некое ограниченное словарное определение термина в качестве доказательства своих тезисов, как будто бы этот термин не может иметь иного, более широкого или даже противоположного значения, будто он не может быть использован фигурально или саркастически, мы имеем в этом случае дело с логической ошибкой. Во-первых, слова, как правило, имеют более чем одно значение. Если, скажем, речь заходит о притяжении спутника, не торопитесь выяснять его массу и удаленность, извлекая из глубин подсознания школьную формулу силы гравитационного взаимодействия. Просто в дороге мне попался интересный попутчик. Еще пример. Сегодня словарь предлагает такие синонимы слову «асанна» – словословие, восхваление, хвала, честь, слава, почет и т.п. Давно уже не режет слух словосочетание «воздавать асанну». Мало кто вспомнит, что вообще-то по-арамейски «асанна» значит «спаси же». Кричавшие «асанна» «благословен грядущего имя Господня» в Евангелии от Марка 11 глава 9 стих не просто воздавали Иисусу хвалу, они провозглашали Его Господом и Спасителем, прилагая к Нему слова мессианского псалма «О Господи, спаси же! О Господи, спаси, сушествуй же! Благословен грядущего имя Господня» 117 псалом 25-26 стих. Маловероятно, что большинство наших современников, употребляя это слово, имеют в виду именно это. Далее слова меняют свое значение с течением времени, и вряд ли словарь, составленный в 21 веке, поможет вам адекватно понять, скажем, фразу из сделанного в 19 веке перевода Библии «приготовляйте себе влагалища невершающие» Ивангелет Луги 1233. Лингвисты утверждают, что для адекватной передачи оригинального значения текста перевод Библии должен обновляться каждые 50 лет. Каждое посудило два поколения. Кроме того, приведенные в словаре определения неизбежно отражают взгляды его составителей. К примеру, все советские словари определяли основной вопрос философии в свете марксистской дихотомии материального и идеального. Когда же речь шла о понятии мировоззрения, то в разные комплектации приводились множественные наборы обыденного мифологического, религиозного, философского и научного мировоззрения, и всесильное учение марксизма-ленинизма, конечно же, попадало под категорию именно научного. Цель такого распределения – вынести идеалистические представления за рамки научного и даже философского дискурса. Непосвященный пользователь не замечал подвоха, ведь советская пропаганда повсеместно навязывала сформированную в XVIII веке мифологию о конфликте науки-религии. На самом же деле и наука, и философия – способы постижения реальности, основанные на мировоззренческих представлениях исследователей. И сам факт остается фактом – научный метод – это блудное дитя христианского богословия его породившего. Наконец, даже четкое понимание значения слов не гарантирует понимание мыслей им передаваемо. Вряд ли иностранцу, вооруженному исключительно словарем, будет легко понять, что у противоположных утверждений «чайник долго закипает» и «чайник долго не закипает» – значение одно и то же, в то время как сходные фразы «поговори со мной еще» и «поговори мне еще» имеют совершенно противоположный смысл. Тем не менее, недобросовестный спорщик может прибегнуть к злонамерленной тактике «гонка за определениями», вынуждая оппонента снова и снова совершать данную ошибку. Он будет наставить на уточнение того или иного использованного понятия, отвлекая участников дискуссии от основного тезиса. Затем он потребует определить какое-либо из понятий, использованных в определении предыдущего понятия, и так далее, затягивая разговор до бесконечности и уводя его в сторону, пока не станет бессмысленно его продолжать. На этот счет апостол дает такую рекомендацию. «Потребуй перед Богом прекратить споры о словах. От них для слушателя не польза, а только погибель». Второе послание Тимофею, 2 глава, 14 стих. Субтитры создавал DimaTorzok